В субботу 30 марта студенческий центр «Интеграл» стал местом сбора школьников, а также их родителей. Институт непрерывного профессионального образования провел день открытых дверей для своих потенциальных абитуриентов. Ребята очень активно интересовались IT-направлением, как это обычно у нас бывает. Тема беспилотников в настоящее время самой актуальной, пожалуй, является. И я думаю, что желающие обучаться на этой программе тоже обязательно нынче будут. В целом мероприятие прошло, я считаю, достаточно хорошо. Какие вопросы задают родители? Ну, не только родители вообще. Самый частый, наверное, задаваемый вопрос – это, как мне продолжить обучение дальше, после получения среднего профессионального образования. Как выбрать правильно высшее образование, какие возможности у меня есть. То есть, какие траектории обучения может университет предложить дальше, после получения среднего профессионального образования. Один из наиболее волнующих вопросов – это стоимость обучения, которую, к большому сожалению, в настоящее время мы озвучить не можем, поскольку стоимость образовательных программ утверждается только в июне. И, соответственно, в настоящее время мы можем сориентировать только по прошлому году, какая была ситуация. А то, что будет нынче, время покажет. ИНПО – это самое многочисленное подразделение технического вуза. Здесь обучается свыше 2000 молодых людей. Многие из них, получив средне-специальное образование, продолжают обучение на высшей ступени ИЖГТУ. Выбор в пользу ИЖГТУ имени Калашникова и ИНПО – это правильный и осознанный выбор, который вам поможет в дальнейшей жизни по выстраиванию правильной карьерной траектории. Я сам выпускник ИЖГТУ имени Калашникова, горжусь этим. И хочу отметить, что сейчас, в этом время, когда мир очень быстро меняется, появляются новые профессии, новые направления деятельности, появляются новые области знаний. И, выбирая сегодня свою профессию, свой дальнейший путь, вы не можете быть уверены, что через 10 лет эта профессия сохранится в том самом ключе, в котором она была, когда вы ее выбирали. И очень важно на протяжении всей жизни продолжать учиться. И для того, чтобы это делать, чтобы предвидеть вот эти изменения, чтобы учиться, необходимо быть к этому готовым. Необходимо иметь фундаментальные знания, которые это позволят делать. И наш университет, и Институт непрерывного профессионального образования эти знания дают. Все образовательные программы были представлены на ярмарке специальностей СПО. Желающие буквально выстраивались в очередь для получения информации. Пока еще определенной специальности нет, не выбрали. Ну, к чему стремитесь? Куда склонность? Ну, вот потому и ходим везде, потому что пока не знаем, куда нас клонит, так скажем. Ну, я пока не определился. Как бы хожу, читаю сайты, все просматриваю. Меня заинтересовала информационная технология и специальности. Ну, сейчас там отвечаю на вопросы. Ну, я пока что просто рассматриваю, но пока только это заинтересовало больше всего. Мне очень информатика нравится. Я издаю этот предмет, закончу средне-специально и пойду на вышку тоже с этим же, чтобы, ну, повысить свою... Потенциал? Да. Интересовала специальность дизайн по отраслям. Я уже не первый год дизайном занимаюсь и хочу продолжать получать это образование дальше. Хочу помышленным дизайнером в будущем стать. Условия подходящие для поступления? Да, подходящие вполне. Возможно, сюда как раз и поступлю.